Всем привет, друзья, это Сиджи Стас. И сегодня я вас порадую видеоразбором своей работы «Гений или безумец?». Обязательно посмотрите это видео до конца, чтобы понять, в какой момент все пошло совершенно не так, не пропустить фишки, о которых не знали раньше, ну и, конечно же, посмотреть результат работы, получилось у меня или нет. Сразу попадаем к работе, где я начинаю вырезать главного героя пентулом, как ты делал всегда для того, чтобы создать Клиппинг Бэск. Хочу сказать, что это победитель моего розыгрыша, который я делал у себя в Инстаграме, и обычно я иду от своего скетча, в данном случае это фотообработка. После обтравки я добавляю фон со скалой, на которой должен стоять наш главный герой, и, естественно, вырезаю сначала небо, а затем я придаю ей форму по предварительной перспективе обычным лассо-тул, который создает вот такую достаточно острую, четкую границу, очень подходящую для гор. После чего я добавляю задний фон, это небо, которым сразу делаю бирызового оттенка, согласно палитре, которую изначально себе поставил. Добавляю облака, точно так же их вырезаю и располагаю на картине, но пока что предварительно. Затем я добавляю исходник самолета и точно так же убираю все лишнее, накладываю его на картину. Такой же участи ждет и исходник луны, я делаю ему оттенение и создаю определенную копию как бы маленькой второй луны, которую, на мой взгляд, очень симпатично и интересно смотрится в данной картине. Затем я добавляю в данный момент, я добавляю в данный момент, я добавляю в данный момент, немного повозившись со звездным небом, где мне пришлось немножко поправить исходник, который не хотел заполнять всю картину, я начинаю первую цветокоррекцию. Создается цветовой артефакт, который мне приходится править обычной кистью, это все делается через клиппинг маск, то есть через обтравочную маску, которую вы можете наблюдать на левой панели слоев. Выделяю рубашку для того, чтобы поменять на ней цвет, тоже создать отдельный цветовой слой, это корректирующий, и делаю подобие рубашки для сумасшедших. Поменял цвет волос и добавляю сначала тени, потом добавляю световой слой, попробую разные возможности цвета рубашки, но оставил ее все-таки белой. Я попробовал разные расположения, и потом понял, что нужно изменить вообще весь фон, то есть взять его и отразить, тогда будет правильно с точки зрения светотени, то есть свет пойдет слева направо, более светлые части будут слева картины, более темные справа. Начинаю корректировать передний план облаков, так как он мне не очень нравится, делаю какие-то основные цветокоррекции общие для того, чтобы понять, что уже сходится, а что нет. Изменяю цвет самого горного полотна, на котором стоит наш главный герой, и понимаю, что оно немножко неправильно в перспективе, после чего я его просто беру и еще раз обрезаю. Меняют цвета, мне вот понравились эти голубенькие цвета на самой скале, я хотел, чтобы они были более ярко выраженные, делаю более четкие, скалистые, но при этом не плоские какие-то границы, заливаю чуть больше задний план для того, чтобы создать воздушную перспективу. И решу, что надо добавить белых птиц, просто беру, иду в Яндекс элементарно, скачиваю первую попавшуюся картину и заливаю ее на наложение, убирая приятным темный фон в просто настроенных слоях. Ну, остается только какие-то малейшие коррективы, и самое главное, цветокоррекция, я сохраняю файл, и отдельно его открываю для того, чтобы уже корректировать его в камеру. Перед тем, как посмотреть финальную работу, я буду очень признателен тебе, если ты подпишешься на мой канал, поставишь лайк, начинать очень трудно, будет здорово, если ты поддержишь меня на этом пути. У меня также есть инстаграм, где выпускаются в первую очередь все мои арты и обработки. У меня достаточно крупный план по созданию туториалов, подобных видеоразборов и куча-куча всего интересного, чего еще не было на ютубе в этой теме. Ну, а пока все, спасибо, что посмотрел ролик, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok